В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Массово о СМИ. Столько мы получаем писем, равнодушно их невозможно читать. Как благодарны люди. Что нужно национальной и региональной журналистике, узнал Дмитрий Аринин. Особенности национального телевидения. А лицо-то эфирное. Для чего телевизионщики из Астрахани приехали на ТНВ. С ними встретился Сергей Хайдаров. Пришла беда и не одна. В прошлом году у дочери погиб муж. Она с двумя детьми переехала к нам. И вот снова у нас горе. Как пострадали от пожара и чем можно помочь. Подробно Альбина Минебаева. Время и стекло. Это для художников просто нонсенс. Создание культурного центра Сайдаш пропали известнейшие монументальные витражи. Куда и вернут ли их на место узнавал Рамиль Шайдулен. Национальные и региональные СМИ ждут поддержки от государства и собираются повышать профессионализм. Об этом сегодня заявили в Казани на седьмом форуме представители масс-медиа. Обсудить свои дела и наметить общий план развития приехали более двухсот делегатов из девятнадцати регионов страны. Что волнует журналистов сегодня спрашивал у коллег Дмитрий Аринин. Каждым годом у нас ухудшается обстановка. Рассказать о своей проблеме и услышать выход из ситуации на форум в Казань приехала сотрудница районного телеканала Удмуртии. Коллектив из двух десятков человек делает программы на трех языках. Русском, татарском, удмуртском. Финансирование небольшое. Сейчас коллектив распадается. Многие уходят. Как отметили на форуме, сейчас многие региональные и национальные СМИ, и особенно традиционные, вещающие и печатные, вынуждены сворачивать свою деятельность. Все больше людей переключаются на информацию в интернете. В некоторых республиках газеты и журналы на национальном языке не очень-то и читают. Или читают только дедушки и бабушки. А молодежь не интересуется. И это очень печально. Что, конечно, нельзя сказать про Татарстан, где я вижу, что развитие национальной прессы просто идет во всех направлениях. Сейчас в Татарстане работают около тысячи различных СМИ. Как отметил Ментимир Шаймиев, в республике всегда поддерживали эту сферу. Потому что журналисты не просто освещают события, но и помогают сохранять национальные языки, а вместе с ними культуру и традиции народов. Региональные и национальные СМИ Российской Федерации, все мы прекрасно понимаем, должны стать и быть в центре государственной политики, пронизывая все уровни государственной и муниципальной власти. Поэтому без такого сотрудничества и устройства невозможно обеспечивать предназначение, я бы сказал, особенно в нынешних условиях, журналистского корпуса. Большие ожидания у журналистов от заявления Владимира Путина, что в стране нужно возродить программу сохранения национальных языков. Такая была в Советском Союзе. Мы, как слово, в Тарстане у нас так принято, мы сразу принимаем к действию. Дали уже поручение юристам Государственного Совета найти, какие это были программы. Большой системной программы пока не обнаружили. Поэтому думаю, что, конечно, здесь нужны будут усилия и общественности, и органов власти. Еще одна задача региональной журналистики – сохранить кадры и повысить свой профессионализм. На этом поприще можно отметить начинание нашего телеканала. ТНВ будет оплачивать обучение татароязычных журналистов. С 2012 года круглосуточно вещает телеканал ТНВ «Планеты на татарском языке». Я вам должен сказать, что столько мы получаем писем, равнодушно их невозможно читать. Как благодарны люди, проживающие и за рубежом. Люди сидят, смотрят каналы, и как по их рассказам, да я и чувствую, что плачут. Это все там. В масштабах же всей страны собираются провести целую серию образовательных форумов для журналистов. Один из них ждут этой осенью в Казани. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Профессионализм журналистов и тему национальных языков продолжили обсуждать на семинарах. Своим видением с коллегами поделился Леонид Млечин, телеведущий, глава дирекции историко-публицистических программ общественного телевидения России. Тезис о выступлении у Анны Городновой. Но как бы общество и технологии не менялись, спрос на профессиональную журналистику будет всегда. Так считает Леонид Млечин. Сегодня он назвал себя молодым ютубером. Это история Леонида Млечина для тех, кому не безразлична наше прошлое. Об истории говорит и с экрана. Журналист, историк, руководит дирекцией историко-публицистических программ общественного телевидения. Родился в семье писателей и знает, еще не все, кто пишет, может назвать себя журналистом. Я сфотографировал все на телефон и через секунду это висит. В интернете ты можешь посмотреть, но почему это что-то произошло? Почему вообще существуют те или иные проблемы, как их надо решать? Все равно в поисках ответов на эти вопросы мы обращаемся к средствам массовой информации, от кого еще мы можем обратиться. Послушать и задать вопросы на семинаре приехали журналисты из разных регионов страны. Говорили о свободе слова, аудитории и ее доверии. Какое будущее у региональной СМИ может быть сейчас уже понимать на данном этапе, что надо уходить в интернет, чтобы все настало тот гипс, когда там дверь больше, нежели здесь, на глубом экране. Если не профессионал в интернете, он тоже не послужит обществу никак. Поэтому нам важнее всего сейчас сохранить профессиональную корпорацию журналистов и еще стремиться к тому, чтобы молодые, отдаленные люди тоже приходили. Затронули тему национальных языков. По мнению Млечина, программа их сохранения должна быть тщательно проработана. Татары интересны татарам, Удмурту-Удмуртам, Марийцамарийцам. И другие национальности мало что знают о других. И они даже не особенно, может быть, заинтересованы. Мне кажется, вот в этом проблема еще состоит. И роль СМИ в национальной политике одна из главных. Ведь именно через них в том числе и создается общественное мнение. Анна Городнова, Льшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Как работают двуязычные журналисты, сегодня смогли увидеть наши коллеги из Астрахани. С форума они отправились на ТНВ. В гостях у нас они впервые, поэтому вопросов сотни. Техническое оснащение, обратная связь со зрителем, актуальные темы и цензура. Что нас объединяет и в чем мы разные, узнал у коллег Сергей Хайдаров. Здравствуйте, в эфире ТНВ новости Татарстана. Меня зовут Сергей Хайдаров. Сегодня к нам в гости приехали наши коллеги из Астрахани. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Хотите почитать наши новости? Давайте попробуем. Так, для гостей из Астрахани началось знакомство с ТНВ. В кадре Юлия Пшеничная. Она знакома многим зрителям канала Астрахань-24, как ведущая новостей. Астрахань появится в заголовках мировых российских изданий. Студия, суфлеры и работа режиссеров. Если для Юлии все это выглядит привычным, то для коллеги, финансового директора Астраханского канала, в новинку, за столом ведущего он получил новое предложение. А лицо-то эфирное. Да. Да, вы могли бы его использовать. Так мы уже обрабатываем его третий день. Они приехали в Казань на форум и выбрали как площадку для знакомства с местной журналистикой. Во время встречи у гостей масса вопросов. Главное удивление журналисты ТНВ «Универсалы» работают на двух языках. Безусловно, удивило то, что у вас в одной редакции две редакции. Для нас это новшество, у нас такого нет. Я так понимаю, что здесь обязывает и менталитет, и сама республика как бы к этому располагает. Сюжет нужно по верстке уронить дальше, чтобы не было сбоя технического на приеме. О деталях и тонкостях медиапроизводства уже в режиссерской рубке. Именно это место называют сердцем новостей. Коллеги внимательно изучают техническое оснащение ТНВ. Не только впитывают информацию, но и сами делятся с нами опытом. Хороший тонус для того, чтобы стремиться к лучшему, перенимать. И очень нас роднит. Это мы живем этой жизнью, и говорить об этой жизни можем бесконечно. О том, как верстается, о том, как подводится, о том, как выпускается. Вот и нам, коллеги из Астрахани, подарили сегодня такое счастье, общение. Сразу после знакомства с ТНВ наши коллеги отправились знакомиться с Казанью. Прощаясь, пригласили сотрудников ТНВ в Астрахань приехать в гости с ответным визитом. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Выплаты участникам социальной ипотеки возобновятся в следующей неделе. Речь идет о господдержке в размере 200 тысяч рублей за каждого ребенка, который родился, пока семья участвует в программе. Об этом нам сегодня сообщили участники социальной ипотеки. Напомним, они обратились к нам за помощью в начале недели, и вот после выхода сюжета в эфир лед тронулся. Сказали, что вчера подписали и утвердили новую форму согласия. И сказали, что нужно время, пока начать выдавать. Сказали, позвоните после праздников. Когда бизнес подразумевает благотворительность. Пример братья-предприниматели из Черемшан. Сейчас они живут на севере, однако расстояние не помеха для добрых дел. А Глямовы и собственный маткапитал придумали и новую мечеть построили. А на этой неделе пригласили сюда имама и купили ему дом. Филюза Хамедулина о том, как на большой земле, не забывают о малой родине. Теперь Ахзан каждое утро будет приглашать на намаз всех жителей Черемшан. Его открытие ждали давно. В Черемшане сейчас проживают около 6 тысяч людей, из них многие татары. До этого была всего лишь одна мечеть, но она далеко от этого микрорайона, порядка 5 километров. Мечеть Мужбека – это не роскошь, а необходимость, говорят местные жители. У нас была мечеть Черемшане, но это нам очень далеко было. Аглямову построили сюда, здесь очень хорошо. Такой подарок селу сделали земляки. Братья-бизнесмены Миндар и Фазыл Аглямовы живут сейчас далеко, но о родине не забывают. Идею возвести мечеть вынашивали давно. Самое тяжелое было – это проект. Вот кто будет начинать строить мечеть, начать нужно с проекта, с хорошего проекта. Эскиз я сам подготовил. Стройку начали три года назад, помогали всем селом. Так Аглямовы создали и рабочие места. Кирпичи из Башкирии, облицовочный камень из Екатеринбурга. Мечеть Мужбека рассчитана на 250 человек. У нас вопроса, как назвать мечеть, не стояло. В принципе, имя мамы Мужбеки, это уже было как-то заложено, наверное, чисто на генетическом уровне. Какая мечеть без имама? Меценаты и этот вопрос решили. РФЛ Сафин работал в Удмуртии. По приглашению Аглямовых переехал в Татарстан всей семьей. Для них бизнесмены и дом купили. Прямо напротив мечети. Нашему имаму всего 28 лет. Трое детей. Сегодня-завтра родится еще четвертый ребенок. Мы о демографии еще думаем не просто так. Работа мечети с религией для имама это крылоотсуточная обязанность. Поэтому, чтобы им проще, легче было, вот купили дом. Мечеть без имама. Ну, как ранее вот говорили, как школа без учителей. Без имама мечеть, он просто будет стоять. Такой теплый привет из холодной Сибири уже не первый. Меценаты вот уже пять лет финансируют в родной деревне Амирово праздник села. И даже свой маткапитал придумали. Каждому новорожденному по 100 тысяч рублей. Деньги уже получили около 10 семей. А обряд именно речения теперь можно провести в новой мечети. Филиза Хамедулина, Ирих Хайбабулин, ТНВ, Черемшан. Благотворители сейчас очень ждут в селе Казанба Шарского района. Наш следующий репортаж для тех, кто готов помочь. Здесь две семьи остались без крова. Произошел пожар. У одних погорельцев в огне погиб и глава семьи. 88-летняя мама, жена, дети и внуки остались без крыши над головой. Как успеть до зимы помочь с новосельем? Альбина Минибаева. Ни дома, ни сарая сохранить не удалось. Сгорели все постройки. В этот день Галя Хайрулина потеряла и мужа Ильяса. Когда произошел пожар, его не было дома. Он как раз увидел, прибежал, вытащил из дома мать, потом выгнал из гаража машину, а потом куда-то пропал. Причина пожара до сих пор неизвестна. Говорят, огонь пошел со стороны сарая. Пожарные приехали через 20 минут, но уже было поздно. В прошлом году у дочери погиб муж. Она с двумя детьми переехала к нам. И вот снова у нас горе. Сейчас у нас нет ни папы, ни дома. Огонь охватил и соседний дом. Сейчас эта семья тоже переехала к родственникам. Начали строить новое жилье. Как единый один коллектив, весь народ, особенно молодежь, стали помогать. И во время пожара, и после пожара. Потерявшие свои дома сейчас нуждаются в помощи. Можно перечислить деньги на счет, который сейчас вы видите на экране. Пока же жители деревни отдают погорельцам кто что может. От них принесли одежду, другие домашнюю утварь. Альбина Минибаева, Дмитрий Аринин, Фаир Замазитова. Марат Сайдгараев, ТНВ, Арский район. В Нурлате сегодня восстанавливают кровлю четырехэтажного жилого дома. Накануне ее сорвало сильным ветром. Здесь проживает 58 человек. Пострадавших нет. Исполкомы ТСЖ сейчас занимаются ремонтом крыши. Сегодня взяли под арест приемную мать ранее убитой 9-летней девочки из Алексеевского района. Женщину подозревают в том, что она истязала сестру погибшей. По версии следствия, она систематически избивала свою 10-летнюю приемную дочь и даже порезала ей шею лезвие. Напомним, что до этого был задержан приемный отец девочек. Его обвиняют в том, что он до смерти избил 9-летнюю Жанну. Всего же в семье было четверо приемных детей. Под арестом она остается на два месяца. Это новости Татарстана. Смотрите далее. Покорили национальный чемпионат. Вроде получилось неплохо. Отчествование татарстанской команды WorldSkills Russia. Анна Городнова. Время и стекло. Это для художников просто нонсенс. Создание культурного центра Сайдаш пропали известнейшие монументальные витражи. Куда и вернут ли их на место, узнавал Рамиль Шайдолян. Татарстанские напевы над столицей. Сегодня в Москве завершаются дни культуры Татарстана. Поводом встретиться и пообщаться у московских татар было немало. Творческие встречи с народами поэтами республики, музыкальный вечер. И вот сегодня финальные аккорды вечера. Гостями стали Рустам Миниханов и мэр Москвы Сергей Собянин. Об атмосфере праздничных дней в репортаже Дины Газалиевой. Кругом свистят пули, а он делает стендап перед камерой. Так сегодня коллеги, операторы и журналисты говорили об известном международнике Фариде Мустафьевича Сайфульмулюкове. Надгробный памятник татарину, родившемуся в Узбекистане и долгие годы проработавшему на центральном телевидении, открыли сегодня на Даниловском кладбище Москвы. Нежная музыка и букеты цветов. Сегодня каждый желающий мог встретиться как будто с живым, высочайшим профессионалом, востоковедом-арабистом Сайфульмулюковым. Так надгробный памятник, открытый на его могиле, точно передает сходство с журналистом. Он первый из своих современников начал работать военным корреспондентом. Имя Фарида Сайфульмулюкова широко известно старшему поколению телезрителей. Памятник установлен Республикой Татарстан. Фарид был большим патриотом Татарстана, большим патриотом татарского народа. Очень гордился успехами республики, очень гордился выдающимися людьми, которые вышли из недр татарского народа. Настоящий такой вот стержень, который он пронес через всю свою жизнь, он никогда не изменял себе, понимаете? Вот об этот стержень опирался я, и я знаю, кто еще был вокруг, тоже вот это чувствовали. ТНВ неоднократно рассказывала о богатой профессиональной жизни Фарида Мустафьевича. Сегодня близкие, коллеги, друзья еще раз почтили память заслуженного журналиста, прочитав пятничную молитву над его надгробием. В этом скверике в центре Москвы уже несколько дней идут приготовления к наплыву гостей. Памятник Абдуле Тукаев всегда точка притяжения для татар Москвы. Почтить память и еще одного выдающегося татарина собрались московские татары сегодня. Бесценные строки Тукая о родном языке по сей день вдохновляют татар. Его произведения, песни в честь поэта, все это было уже у памятника Тукаев в сквере на Новокузнецкой. Вместе с московскими татарами участие в возложении цветов принял и Рустам Мениханов, прилетевшую в Москву сегодня для участия в Днях культуры Татарстана. Ну а награды нашим современникам сегодня вручались уже на гала-концерте в Доме музыки. Традиционно Дни культуры завершаются здесь. Мастера искусств Татарстана на радость москвичам демонстрируют все свои умения. Дина Газалиева, Павел Тюкавкин, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. 71 награда, в том числе 33 золотых медали. Сборную Татарстана на национальном чемпионате WorldSkills Russia чествовали сегодня в Казанском Кремле. В финале команда завоевала второе место в общекомандном зачете. Участников и наставников поздравил Рустам Мениханов. Учитывая, что Россия вошла в семью WorldSkills пять лет назад, для республики это огромный успех. Высокие результаты в промышленном и строительном блоках, в сфере сервиса и услуг. Анна Городова встретилась с победителями. Команду Татарстана чествуют в пушечном дворе Казанского Кремля. Здесь 225 человек. Такое количество участников здесь принимают впервые. Здесь победители и призеры национального чемпионата. И те, кто их готовил. Это сейчас они впервые после приезда домой могут спокойно поделиться впечатлениями. А еще неделю назад отстаивали честь Татарстана среди 700 конкурсантов. Фаниль и Хайда работали в команде. У них первое место в компетенции мобильная робототехника. Сложность состоит в том, чтобы разработать конкретную роботу под конкретные задания, чтобы он точно выполнял поставленные ему задачи. То есть у нас задача была поиск бильярдных шаров. Возникали споры по поводу программы в основном. А по поводу сборки. Робот есть робот. Если что-то надо тебе изменить, сам изменяешь. Кирпичная кладка, флористика, дошкольное воспитание, предпринимательство. В течение трех дней участники показывали мастерство по 63 компетенциям. В том числе и WorldSkills юниоры. Финал национального чемпионата молодые профессионалы проходил в Южно-Сахалинске. Итог. 71 награда, 33 золотые медали и второе общекомандное место. Огромные усилия прилагают наши отраслевые министерства, базовые предприятия. Потому что подготовка рабочих специальностей без знания потребности потребителя, заказчика, оно не совсем правильно. Сегодня у нас вот эта система выстроена. Перед нами Москва на третьем месте Московская область. Слова благодарности сегодня не только участникам, но и экспертам и наставникам. Ведь это они готовили молодых профессионалов. А те уже знают, где пригодятся навыки. Открываются перспективы в работе более широкие. И узнают работодатели об области. Победители и призеры национального чемпионата войдут в расширенный состав российской сборной. Чтобы представлять страну на международных первенствах, уже в сентябре они отправятся на чемпионат Европы в Будапешт. А через год первенство WorldSkills принимает Казань. Эти соревнования пройдут в следующем году. Анна Городнова, Рамзель Гарибов, ТНВ, Казань. На ремонт или осколки? С фасада культурного центра Сайдаш пропали легендарные витражи. Это огромная монументальная композиция авторства народного художника ТССР Виктора Федорова. Она украшала здание больше 35 лет, но, похоже, оказалась бессильна перед ремонтом. Куда исчезли витражи? Об этом Рамиль Шайдулин. Там, где была стеклянная мозаика и разноцветные переливы, сегодня пыль и натянутые полотнища. У культурного центра Сайдаш строительные леса. Но уже нет главной визитки витражей с начала 80-х украшения его фасада. Например, вот с этого ракурса горожанам открывалась вся полнота композиции. Советские рабочие и рабочие в окружении абстрактных фигур. Витраж в стиле монументализма, наверное, поэтому и спустя годы он был таким интересным, яркими цветами и переливами на солнце. Не в последнюю очередь из-за стекла, из которого сделан витраж, но по особой технологии. Весь рисунок, то есть все линии рисунка это олова. Вот так как пазл, витражи собираются вручную. Когда на фасаде ДК появилась такая гигантская мозаика, ахнули все художники Казани. Одна из них Анна Куртьева, работавшая с автором витража Виктором Федоровым. С витражами Федорова просто какая-то беда происходит. Они все отражали свое время. И это история города. И вот так вот рушить, брать витраж, это значит рушить историю города Казани. 81-й год ощущение, по-своему. От первых эскизов до монтажа на здании ушло примерно два года. Художники вспоминают, все делалось вручную и казалось, что на века. Но выстоять получилось только до века 21-го. Прекрасный витраж был всегда. Для казанцев это было просто чудо. Новое что-то, да. Но сейчас что творится, я не понимаю уже. Как так можно убить или что-то переделывать там, такие вещи. Это надо хоронить. Куда исчез витраж, мы сегодня спросили рабочих. Не на камеру, но нас заверили, что с ним все в порядке и он на реставрации. Но где и как она будет проходить, неизвестно. Такой расплывчатый ответ мы уже слышали два года назад в Заинске, когда мозаику на ДК «Энергетик» стали закрывать облицовкой. Только после вмешательства журналистов и активистов ее восстановили в прежнем виде. Похожая история и со знаменитой тюбетейкой в Казани. Горожане до сих пор не поймут, что сейчас на здании, предполагая, что мозаику просто дорисовали. Чтобы прояснить судьбу витража, мы обратились в исполком. Он не является объектом охраны, но находился в крайне аварийном состоянии. Он был демонтирован без привлечения экспертов. Решено восстановить его на фасаде в ходе капремонта. Как сообщили в мэрии, сейчас в здании ведутся подготовительные и противоаварийные работы. Специалисты разрабатывают проектно-зменную документацию. Здание готовит к капитальному ремонту. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. С любовью к небу. Настоящие авиашоу сегодня устроили в небе над Актанышем. Участники ученики местных школ. Как большое шоу приходит в татарстанскую глубинку. Сергей Хайдаров. Самолеты и трюки в небе над Актанышем впервые. На авиашоу пришли сотни местных жителей. Все взгляды в небо. В центре внимания воздушные судна. Сегодня их в небе десятки, а уже на земле пилоты рассказывают, как там в облаках. Прежде всего нужно произвести предполетный осмотр самолета. Это самое главное. Кроме пилотов, профессионалов. На праздники и авиаинженеры-любители. Эти мальчишки и девчонки еще только учатся в школе. Авиамоделированием занимаются он уроках труда и в кружках. Сегодня для них экзамен. Чей самолет дальше пролетит, тот и победил. Я очень увлекаюсь занятием технологии. Мы изобрели самолеты и ракеты. Мы сегодня запустили на дальность и думаю, что победим. С такой невероятной любовью к самолетам и небу Актанышские мальчишки и девчонки живут уже достаточно долгое время. Потому что именно в этом районе направление авиамоделирования развивается достаточно активно. Ребята часто приезжают в Казань на соревнования и занимают там призовые места. А по мнению организаторов авиашоу Актаныши, такое хобби для ребят – это настоящий билет в интересное, а самое главное – перспективное будущее. На подготовку у ребят ушли долгие месяцы. Кто-то собрал самолет, а кто ракету. Такие самодельные судна могут пролететь 50 метров. Сейчас в районе специально для таких талантов открывают дополнительные кружки и проводят соревнования. Мы хотим возобновить хотя бы малую авиацию или в любительской форме хотим начать эксплуатацию нашего аэропорта. Авиапраздник радовал гостей на земле в течение всего дня. Организаторы пообещали, что он станет для района ежегодным. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, Рамиль Закиев, ТНВ, Актанышский район. Такой была картина дня. Впереди еще вас ждет прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Время новостей и спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Большой хоккей вернулся в Казань. После чемпионского сезона Акбарс впервые провел игру в обновленной Татнефть-арене. Пока только благотворительный матч, но интрига сохранялась до последних секунд. Еще один татарстанский клуб «Нефтехимик» приехал в столицу только за победой. Площадка ледовой арены стала заметно меньше. С этого сезона Акбарс дома будет играть при финской системе ледовой арены. Будет меньше стычек и задержек шайбы у бортов, а значит игра станет динамичной. Хоккеисты пока привыкают. Матч завершился в овертайме победы «Нефтехимика». Но это не главное. Зрители насладились хоккеем, а дети, нуждающиеся в лечении, получат средства для выздоровления. Мы еще пару недель до чемпионата, так что есть время подготовиться и подвести посерьезнее. Так что мы полностью работаем в этом ключе и будем надеяться, что будет все нормально. Сегодня в Казани стартовало еще одно событие международного уровня – турнир по пляжному теннису «Казан Уорлд Гран-при». На специально построенных песчаных кортах Академии тенниса сразятся ведущие теннисисты. 64 лучших спортсмена в этом необычном виде спорта. Они поборются за титул чемпиона и разыграют призовой фонд в 50 тысяч долларов. Вот уже третий год подряд в наш город приезжают лидеры мирового рейтинга. Турнир по пляжному теннису будет проходить три дня. Финальные игры запланированы на 19 августа. И в завершение новости баскетбола. На этой неделе «Уникс» начал подготовку к новому сезону. Первым делом игроки прошли медицинский осмотр. Дальше команда ждет серия спортивных тестов, после чего казанцы приступят к тренировкам. В рамках предсезонной подготовки «Уникс» играет несколько товарищеских матчей, а также примет участие в двух турнирах. Сначала на Крите пройдет международный турнир с участием «Уникса», «Хапаэля», «Галатасара» и «Олимпиакоса». Кстати, с греческой командой казанцы могут сыграть на кубке Гомельского. А в конце сентября в Москве встретятся ЦСКА «Уникс», «Олимпиакос» и «Анадолу-ФС». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время прогноза погоды на ТНВ. В субботу ожидается облачная погода без осадков. Но об этом после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погоды, в субботу дожди прекратятся. На юго-востоке республики облачно. Плюс 17, плюс 18. На северо-востоке тепла не ожидается. Плюс 18 градусов. На севере Татарстана прохладнее. 16-17 тепла. Облачно. На северо-западе солнца также не будет. Плюс 18. На юго-западе теплее. Воздух прогреется до 21 градуса выше 0. В центре Татарстана температурный фон средний. Плюс 19 градусов. В выходные температура значительно не изменится. Приглашаем на работу поваров автоматизированные процессы, соцпакет, льготное питание сотрудникам и их детям-школьникам. Возможность повысить квалификацию и получить востребованную профессию. Спонсор прогноза погоды – Департамент продовольствия и социального питания Казани. Здоровое и качественное питание – основа здоровья и детей, и взрослых. Как говорится, поел и доволен. В Казани ожидается облачная погода без осадков. Температура днем 21 градус. Ветер северный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. На этом наш выпуск завершен. Удачных вам выходных! До свидания!